Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В горах плюс 4, плюс 9. Днем до плюс 28. И местами до плюс 19. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем 26-28 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория Нарплесс. Сегодня день социального работника. Благородный труд этих людей дает надежду и уверенность многим. Помогает находить силу для преодоления испытаний и болезней. На днях Министерством труда и социального развития Карачева-Черкесии был организован мастер-класс по оздоровлению в рамках реализации партийного проекта «Единая Россия. Старшее поколение» и национального проекта «Демография». В нем участвовали активисты Центра Серебряного волонтерства. Альбина Ламкова побывала на одном из занятий в парке культуры и отдыха «Селеный остров». Скандинавская ходьба – это больше, чем фитнес или спорт. Минимум усилий, максимум пользы. Можно извлечь, если взять на прогулку вот такие вот палки для ходьбы и отправиться в лес или же на «Деленый остров». К тому же подышать чистым воздухом. Активисты Центра Серебряного волонтерства испытали на собственном опыте пользу от профессиональных тренировок, которые проходят на спортивной площадке в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Борис Михайлов давно занимается скандинавской ходьбой. Он не знал, что есть особая техника, которая во время движения разгружает суставы на 30%. Борис Павлович, практикуя северную ходьбу, свои 70 лет чувствует себя бодро. «Стал активнее, стал веселее. Так что все это способствует укреплению здоровья. Я многим рекомендую этим заняться. Я серебряный волонтер. Вот я этим начал заниматься. Веду экскурсии». Имеет большой опыт в скандинавской ходьбе Жанна Логвинова. Она открыла свой секрет долголетия. Благодаря активному образу жизни Жанна Владимировна ни разу не обращалась к врачу и не ходила в поликлинику. «Очень даже давнишний пенсионер. И при этом каждый божий день с 2013 года, как только дочь мне купила скандинавские палки, я прихожу сюда и занимаюсь. И вдруг появляется Марина и говорит, что все мы ходим неправильно. И мы начали учиться ходить правильно. И на сегодняшний день я готова даже участвовать в соревнованиях». Руководит региональным отделением Федерации северной ходьбы Марина Ачинова. Она обучает правильной технике. За постоянный вклад и участие в реализации социально значимых мероприятий, направленных на поддержку активного образа жизни граждан старшего поколения, в этот день вручили грамоты и благодарственные письма. Их получила и руководитель регионального центра серебряного волонтерства Екатерина Борисова. «И наши волонтеры серебряные, в Черкесии активных 50-70 волонтеров есть. Я им предложила приходить на тренировки, смотреть, что такое северная ходьба, участвовать в соревнованиях. И многие из них согласились. И вот еженедельно, два раза в неделю мы приходим, тренируемся. И уже буквально на прошлой неделе принимали участие в соревнованиях». На площадке собрались не только активисты центра серебряного волонтерства, некоторые из которых занимаются скандинавской ходьбой, а также новички, получатели услуг центра социального обслуживания населения. Им только предстояло познакомиться с этим видом физической активности. Мастер-классы проводят в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». И это не только возможность оздоровиться, поддерживать физическую форму, но и пообщаться, найти новых знакомых по интересам, отметила куратор направления «Долголетие для всех» первый заместитель министра труда и социального развития республики Мадина Шаева. «В рамках реализации партийного проекта мы решили присоединиться. Сегодня здесь граждане с активной жизненной позицией, которые еженедельно собираются и занимаются скандинавской ходьбой». Проведение тематических мероприятий в рамках реализации партийного проекта с привлечением граждан пожилого возраста запланировано много. Они будут продолжаться до конца года. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Качество жизни человека с ограниченными возможностями здоровья и с особенностями развития зависит от того, как специалисты помогают ему, как он живет в семье и как к нему относится общество в целом. Сочетая эти три направления, можно прийти к успеху, уверена основатель Центра детского развития IQ Kids Зухратокова. Для этого она организовала работу над реализацией социального проекта. О том, кто был привлечен в эту деятельность и какая основная его цель, Альбина Ламкова узнавала у организатора этой идеи. Здравствуйте, Захра. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о Центре детского развития IQ Kids и какие стадии обучения включает он в себя? В нашем Центре мы развиваем детишек с первого года жизни. То есть годовалые детишки приходят с мамами, и мы начинаем их развитие. И дальше программа рассчитана до 70 мужских лет, потому что на скорочтение каллиграфию можно даже в 70 лет. В рамках наших Центров развития мы запустили проект с особенными детишками, который был рассчитан на два месяца. Вот сейчас он завершился. Зухрат, сколько специалистов задействовано в социальном проекте помощи детям с ограниченными возможностями и с особенностями в их развитии? В нашем социальном проекте почти все специалисты были привлечены. Мы их привлекали извне. Конечно, были специалисты, которых мы сами обучили для участия в проекте. Ну, это был психолог взрослый. У нас был привлечен детский психолог, клинический психолог, дефектолог. Дефектолог был наш, собственно, мы ее обучали. Оплата всех специалистов производилась за мой личный счет. То есть я со своих собственных средств оплачивала всех специалистов. Это был колоссальный объем работы на самом деле. Суммы немаленькие, наверное, да? Около, ну, больше ста тысяч, наверное, нам обошелся проект. Если мы финансово выценим, планируем в сентябре снова возобновить. Мы летом передохнем, в сентябре, скорее всего, мы снова возобновим проект. В чем суть создания вот этого проекта? Что вас подтолкнуло, участие в этом проекте? К участию в проекте в первую очередь меня подтолкнуло то, что периодически приходили детки с особенностями в развитии, с ограниченными возможностями. И маму очень просили взять здоровую группу. То есть им очень не хватает общения на самом деле. Им не столько наши занятия были важны, не столько была социализация, потому что большинство таких деток, они видят только реабилитационный центр и дом. То есть, несмотря на особенности их в развитии, они просто вот остаются детьми и тоже хотят общения. И даже в первую очередь было важно то, что другие детки в обычных здоровых группах, они видят, что есть детки с особенностями в развитии. У них сразу какие-то включались очень такие человеческие качества. Они помогали, допустим, они приносили водичку им, помогали обуть обувь, поддержать за ручку, придержать дверь. Это было вообще супер. То, что включились детки, включилась вся команда наших центров, и мы как единое целое сработали. Это было здорово прям. Многие из деток, кто к нам ходил, многие из них, они хотят пойти в обычную школу. Вот у нас есть ученик, его зовут Савелий. Савелий с 1 сентября проучился в обычной группе. Он прошел нулевой класс, у Савеля ДЦБ. На сегодняшний день, конечно, когда Савелий пришел, он всех очень напугал. Мы его взяли в группу как кровно. Мы сразу видели маму, что мы за первый месяц деньги не берем, что мы никакого результата не гарантируем. Но на сегодняшний день Савелий лучший, один из лучших учеников в этом классе. Это, конечно, огромный труд и наш, и его мамочки, которые, приходя домой, повторяли все это, которые с ним беспрестанно работали. И вот Савелий сегодня может пойти в абсолютно любую школу, в абсолютно здоровый класс и учиться там не хуже любого другого ребенка. И это классно. Он социализирован. Он обожает других детишек. Они его обожают. Как вы ведете работу? Индивидуально или в группах? На мой взгляд, гораздо эффективнее работа в группах. Как мы определяли группы? В зависимости от диагноза. Если, на наш взгляд, ребенок может заниматься в здоровой группе, мы сажали его в группу. Если он справлялся с задачей, он был социализирован, он коммуницировал с детками, мы его там и оставляли. Если уже диагноз отягощенный, и мы видели, что ему тяжело заниматься в группе, другим деткам тяжело с ним заниматься, мы его забирали на индивидуальное. То есть мы с ним либо индивидуально занимались его развитием, с ним работал дефектолог, с ним работал клинический психолог. В общем, работа была комплексная. В том числе мы еще проводили работу с родителями. То есть гораздо сложнее родителям, нежели даже деткам. Потому что родителю очень тяжело внутренне принять проблему и с этим жить. Очень большая работа проведена с родителями. Мы всех приглашали к нашему психологу. То есть если мы видели, что нужна помощь, мы приглашали. И многие родители получили поддержку. Более отягощенный диагноз мы отдельно записывали. То есть клинический психолог с ним работал отдельно. Дефектолог с ним работал отдельно. Всех деток, кого мы могли взять в здоровой группе, мы всех взяли. Кто-то, кому-то тяжело возить. Кто-то не успевает. И на самом деле этот проект показал, что к нам пришли те, кому реально нужна помощь. Не те, кто, ой, окажите нам помощь. Нет, те, кто ходили, те, кто получали результат. И они благодарили. И на самом деле эти детки у нас и остались. А те, кто пришли, вот, в надежде, например, на, многие у нас просили, медицинскую помощь. ЛФК, массаж. Но мы не медики. Мы центр детского развития. Мы можем помочь тем, чем мы реально можем помочь. И мы в этом плане выложились. В чем существует такая проблема и необходимость? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Это большая проблема, что обычные центры детского развития, школы, они не хотят с ними связываться. То есть ребеночек приходит, понятно, что с ним сложно, с ним легко не будет. И когда они видят, что да, с ним легко не будет, им легче, проще взять здорового ребенка. А когда мы берем ребенка с особенностями развития, во-первых, мы, конечно, делаем максимальную скидку, больше 50%. Многие бесплатно ходят. То есть это было до проекта. То есть проект, он абсолютно был бесплатен для родителей. И работа всех специалистов оплачивалась за мой личный счет. То есть я из своих собственных средств оплачивала всех специалистов, которые были привлечены в этом проекте. Если в обычное время, вне проекта, какой-то ребенок приходит с особенностями в развитии, я могу понять, что я вижу, что он может сесть с обычными детками в группу и заниматься. Мы его берем. Как правило, мы делаем скидку от 30 до 50%. И максимально всем коллективом пытаемся его социализировать. То есть у меня нет деления на особенных детишек и здоровых детишек. Для меня они все здоровые. Для меня я хочу, чтобы так было. Это как бы политика нашей школы. И мы даже сталкивались с тем, что не все родители принимали это. То есть вставал вопрос, почему ребенок с особенностями в развитии в классе с моим здоровым ребенком, я же плачу. На что мы объясняли, что это политика нашего центра. Если вам не подходит политика нашего центра, то нам лучше расстаться. Вот уже два месяца дети посещали ваши занятия. Как вы оцениваете оказанную им помощь? Как вы будете продолжать работу в дальнейшем? И есть ли упущения? Насчет упущений мы не очень правильно информировали людей, когда мы их звали к себе. Многие подумали, что мы можем оказать еще медицинскую помощь. Например, ЛФК, массаж. Но мы не медики. Поэтому мы немножечко неправильно проинформировали. То есть изначально нам позвонило 80 человек. Я ужасно испугалась. Я поняла, что я финансово их скорее всего не вытяну. Но потом уже после консультации мы поняли, что кто-то рассчитывал на медицинскую помощь, еще что-то. И они немножечко отселились. В конечном итоге в общем работе были где-то человек 30 у нас. Кто-то в группах, кто-то индивидуально. Да, мы прям всем коллективом сплотились. И вся наша работа была направлена на то, чтобы держать ситуацию. То есть ты не можешь выйти кофе попить, как раньше ты это делал. Потому что ты должен быть на месте. С любым ребенком в любой момент может там... Ну, условно говоря, если это ребенок с особенностями в развитии, ну, в любой момент может начаться, допустим, приступ эпилепсии. Мы не отпускали родителей, потому что мы не можем взять на себя такую ответственность. Мы держали руку на пульсе. То есть в любой момент мы должны были быть на месте, чтобы оказать любую помощь. Это вот психологически было сложно. Потому что вся наша команда была направлена на то, чтобы держать ситуацию. И это большая ответственность, огромная ответственность. И слава богу, что все закончилось хорошо. Я очень рада этим результатам. Я очень рада результатами этого социального проекта. То, что мы смогли сохранить деток в здоровых группах. Они с сентября к нам придут и будут уже заниматься. И, скорее всего, ну, это в планах, это мечта моя, что с сентября, когда мы немножечко финансово снова восстановимся, мы снова возобновим такую работу. Конечно, теперь у нас уже есть опыт. Это здорово. Зухра, какую вы еще деятельность осуществляете в рамках вашего проекта? В рамках проекта мы также проводили занятия по математике. Я сама лично проводила в Центре «Счастливое детство». Мы разделили детишек на группы. Младшие детки занимались подготовкой к школе. То есть мы учились писать цифры, складывать, вычитать. Старшие детки занимались уже по более усложненной программе. Честно говоря, я даже не ожидала, что они так хорошо и осилят. То есть мы учились решать задачи. У нас классный есть такой курс по математике. И мы стали заниматься. Больше всего, что меня зацепило, то, что, приходя на занятия, если там один или два ребеночка, первый вопрос был, а где остальные детки? А когда будут остальные? То есть им была интересна не моя математика, а то, что они все вместе собираются, а то, что мы общаемся. Периодически кто-то из деток клау ручку и говорил, так, Зухра, давайте уже поговорим. Мы начинали разговаривать. У кого сколько братиков, сестричек. Это было тоже очень здорово, это был классный опыт. И вот я поняла то, что дом, реабилитационный центр, все, что видят эти детки. И мне очень понравилось то, что мы все собирались вместе. Зухра, что для вас самое приятное в вашей работе? Самое приятное? Ну, я не материалист. То есть я понимаю, что ты, сколько бы ты ни зарабатывал, ну, ты купил себе хорошую машину, классную машину, вот у тебя еще есть деньги. Ты купил еще одну, но на двух машинах ты не поездишь. Так же, есть она у тебя? Ты никак на двух, в двух домах не проживешь. И когда ты часть своих средств, вместо того, чтобы купить новую машину, ты вкладываешь ее в детишек, да, они твоих, ты не родил его, но мы также в ответе за этих детей. Потому что раз Аллах их отправил на землю, значит, мы все за них ответим. И самое приятное, когда я вижу в радость в моих глазах, когда они заходили к нам на занятия по живописи, мы организовали отдельную группу для них, и они вот рисовали, это было такое счастье, такие эмоции. Вот ради этих эмоций, наверное, все, что я делаю, направлено на эти эмоции, на эти чувства, и это меня наполняет на самом деле. Вот тогда я набираюсь ресурсов. Зухра, спасибо вам за интересную беседу. Желаю вам успеха в вашем нелегком труде, но очень важной работе. Спасибо большое. Вам тоже всего доброго. Всего доброго. В преддверии Дня памяти и скорби 22 июня Музей Победы в Москве призывает сохранить память о своих родственниках, прошедших Великую войну. С 2019 года в Музее Победы при поддержке Министерства культуры России и Центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы» реализуется общероссийский интерактивный проект «Всенародные исторические депозитарии лица Победы». Цель проекта – сбор, хранение и популяризация истории жизни всех, кто внес свой вклад в Великую Победу. Собираемая информация можно ознакомиться на портале проекта «Лицепобеды.рф». А вы знали, что в Музее Победы есть исторический депозитарий, где собираются семейные истории о героях войны и тыла? И загрузить туда историю своей семьи не просто, а очень просто. Достаточно отсканировать фотографию и заполнить необходимые поля на портале «Лицепобеды.рф». Дома нет компьютера или не работает интернет? Без проблем. Историю о герое семьи можно передать в Музей Победы в любом офисе моих документов. По всей России. Сохрани память о своих героических родственниках для будущих поколений. Россия. Горжусь. Федеральная налоговая служба приглашает сегодня на публичные слушания по мерам поддержки бизнеса. Мероприятие состоится в 15.00 в формате видеоконференции по адресу Черкесск, Красноармейская, 70. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. На 14.30 смотрите информационный выпуск вестей Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова